Так, уважаемые дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. Боец в синем углу клетки. Ему 21 год, рост 186 сантиметров. Его стиль ММА. Профессиональный рекорд бойца. Три боя, три победы и ни одного поражения. Представляющий Махачкалу Россия. Фотон Асланхан Ахмедов. А вот его соперник, боец в красном углу округу. Ему 36 лет, рост 190 сантиметров. Его стиль ММА. Профессиональный рекорд бойца. Восемь боев, шесть побед и дву поражения. Представляющий Махачкалу Россия. По прозвищу Медведь. Расфул! Сайт Кажае! Рэфери-поединка Гирихан Шибилов. Полутяжелая весовая категория. Асланхан Ахмедов в синем углу. Расул Сайт Кажаев в красном. Цифры на ваших экранах. Статистика, рост, размах. Да, и, конечно же, еще раз отмечаем серьезную разницу в возрасте. 21 год всего лишь Ахмедову. Итак, смотрим. Три раунда по пять минут. Это Эйсей Янг Эгглс 50. Надо признать, Расул очень давно ждал этого поединка. Рассказывал он об этом и спрашивал вот здесь сразу же. Посмотрите, в какой размен идут парни. И вот, да, собственно, борьба от Сайт Кажаева. Цепляется он там немножко за экипировку. Нельзя так. А вот нужно за конкретно ногу, в частности. И посмотрите, колено там еще и выбросил Асанхан Ахмедов. Справился с этим натиском стартовым. Казалось бы, еще одна серия. Чуть-чуть не хватила дистанция. Чем ответится Эйк Кажаев. Второй раз пойдет в борьбу. Или же немного изменит свою тактику. Кал в кейк. Туда прям по икре попал. Очень опасно работает руками Ахмедов. Хорошо выцеливает. Легко при этом чувствует, что может поработать ее боюдный джеб. Да, посмотрите. Руки опущены. И очень хорошая реакция у молодого Ахмедова. Неблохие скоростные данные. Еще один удар. И здесь вновь серия попаданий. Один удар скользь. Головой еще влетал Ахмедов. Очень жестко причем. Но все в порядке. Нарушения правил нет. Клинч борьба. Очень яркое начало. Нелегко приходится Расулу на старте. В самом начале борьба не прошла. Что здесь в клинче. И еще на попадание слева. Вкладывается. Вкладывается. Ахмедов. Ой-ой-ой. Набрасывает тяжелые удары. И тратит силы. Нежели колено добавляет. Сейчас возможно будет еще одна атака на коротке. Не получилось. Вновь борьба в стойке. Вторая минута заканчивается. Хорошо просунул руки Саид Хажаев. Здесь зашагивание не удается. И хорошо разворачивают его корпусом Ахмедов. Великолепно. Да. Физически очень мощен. Асланхан. Андерхок. От Расула Саид Хажаева. Он разворачивает соперника. И навязывает давление. Колено не добавляет слева. Ну и там неплохая защита от Ахмедова. Намекает Гирихан Шубилов на то, что постоянно прихватывает сетку. Вот сейчас перестал. Нет, все-таки левой рукой придерживается. Сколько продлится эта пауза. Хорошо защищается, как Ахмедов, от перевода. Асланхан как будто бы взял просто небольшую передышку. Здесь вкладывает корпус Саид Хажаев. Но необходимо обострять. Две минуты. И возможно будет предупреждение от Гирихан Шубилова. Хаммер Хвисты. И все-таки прибирает ногу Саид Хажаев. Проводит тейкдаун. Первый тейкдаун у него получается в этом поединке. Сделал ставку больше на ударную технику. Асланхан Ахмедов. И приличное количество эпизодов забрал. Но здесь есть полторы минуты. Получится ли у Расула работать с ущербом в этой позиции? Да, а именно ущерб является, скажем так, результатом всей этой деятельности, всего этого перевода. Контроль, да, из-под Саид Хажаева встать, это, конечно, целая проблема. Это настоящая задача со звездочкой. Но при этом надо бить. При этом для того, чтобы судьи обратили внимание. Именно этим нужно заниматься. И на ногах здесь просто публика за нами. Все что-то кричат, что-то подсказывают. Там почти вывернулся Ахмедов. Кажется, что удалось ему вывести таз. Последняя минута локоть. На коротке добавляет Расул. И довольствуется половинным гардом пока. А по корпусу тычки. Просят отталкивать оппонента. Но надо признать, что Расул здесь закрепился очень хорошо. Ясланхан понимает это, не тратит лишние силы. Как будто бы сейчас уже ждет. Но что там по урону со стороны Саид Хажаева? Ее действительно может не хватить для победы в отрезке. Еще и локти. Да, причем очень опасные. Вот сейчас уже начинает активизироваться и Саид Хажаев в этом аспекте. И раунд завершен. Продолжение следует... Впереди второй раунд. Расул Цыдхажаев против Асанхана Ахмедова. Впереди второй раунд. Второй раунд. Аккуратно подбирается Саидхажаев. Но это сейчас такая тактика у Ахмедова. Работать на контрпанче. Встречать и возможно попытаться побороться. Ну и вообще очень интересная ударная техника. У бойца из синего угла. Вроде кажется, что размашистые удары. Но они очень быстрые и стремительные. Посмотрите, здесь по корпусу достал. И здесь молодому Асанхану очень важно не бросаться вперед, сломя голову. Да, хороший лоу-кик. Показывает Ахмедов. Давай зарубимся здесь. Но Расул, естественно, вперед просто так не идет. Пропустил калфкек. Еще один и тут же в голову. И попытка побороться. Выискивал момент Саидхажаев. Прижимает к сетке. И вот здесь вот габариты, где будут сказываться. И как раз таки чисто технически, может быть, все правильно делает Ахмедов. Но масса. Ключевой момент, возможно, в этом раунде. А может быть, даже и в бою. Все-таки в первом отрезке Ахмедов довольно долго остался на своих двоих. Там были серьезные серии. Что-то попадало чисто, что-то по защите. Но, возможно, вполне возможно, первый раунд отдали именно Ахмедову. Поэтому сейчас, конечно, Саидхажаеву необходимо делать ставку на этот контроль. На сохранение именно такого положения вещей. И самое интересное, что Ахмедов-то в своем углу. И здесь я вижу Хизри Абдулаева, который подсказывает. Еще парни, которые рядом сидят, просто надрывают, срывают голоса. И пытаются, чтобы, в общем-то, достучаться до своего подопечного. И он, на самом деле, действует достаточно неплохо с точки зрения локтей. Ну, а Саидхажаев действует очень неплохо с точки зрения сохранения половинного гарда. Отводя немного правую ногу соперника в сторону. То есть очень трудно вывернуться, вытащить таз из хода Саидхажаева. Но нужны, естественно, и удары. Там будут, скорее всего, аккуратные хаммерфисты. Вновь вытянулся на секунду в струнку буквально. Рассол. Нужны удары. Такая нейтрализация положения. И дальше он уже может работать вот настолько, насколько получается. Головой только бить нельзя. А вот с левой, с правой в частности, почему бы и нет. Правый контролирует выведение таза влево по Ахмедову. Ну, а вот левую руку периодически блокирует как раз таки Астанхан. И в этом-то и проблема в том, что Саидхажаев ударить не может. Тем не менее, полраунда уже позади. И этот отрезок пока забирает Рассол. Пока, по-моему, не было еще ни одного предупреждения от Шибилова об активности. Прижимается к сопернику сейчас Ахмедов. Да, он действительно минимизирует ущерб. И вот как только уже собирался что-то сказать рефери, тут же активизировался Атхажаев. Накинул один удар, но в целом активности маловато для этого положения. И если в этой ситуации будет гораздо более активен Ахмедов, то как раз таки здесь и раунд можно будет тоже ему отдавать. Уже практически вывел таз. Здорово работает левой ногой сейчас Астанхан Ахмедов. Почти выбрался! Чуть-чуть остается. Минута двадцать еще. В этом раунде держит корпус Саидхажаев. И вновь чуть-чуть вперед. Сам работает. Да ищет там Кимуру периодически Астанхан. Как вариант? Как вариант выйти из этого положения? Почему нет? Такие осторожные удары от Расула по спине. Последняя минута. Очень много борьбы в этом поединке. И получается, что в целом начинает работать геймплан Расула Саидхажаева. А вот здесь наручной треугольник как бы не вышел Саидхажаев отрабатывает, вот да, выдавливая голову как раз таки Расула Астанхан и приема не получится. Ну там еще действительно работа и работает. До этого приема очень бросил эту затею Расул. И сейчас может просто проконтролировать еще 15 секунд и спокойненько забрать этот раунд. Возможно будет что-то 1-1. Так любопытнее и так интереснее. Впереди будет третий отрезок, который собственно должен расставить точки над И. Астанхан, астанхан! Астанхан 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Третий заключительный раунд у нас на очереди. Полтяжелый вес. Астанхан Ахмедов против Расула Сейдхожаева. Ну что, каков бензобак у молодого 21-летнего Ахмедова? И хватит ли сил у опытнейшего 36-летнего Расула? Заключительный рейтинг. Но складывается впечатление, что либо поединок пойдет до перевода, либо этого перевода не случится. И мы видим что-то другое. Ой-ой-ой, как тяжело бьет! И... Отступает и продолжает пропускать здесь Расул. Тяжелая серия. Пытается зацепиться за борьбу. Хватает немножко за шорты. Экипировку нельзя. Колено в голову! И сам, сам забирает спину, делает перевод Ахмедов. Встает, встает Сейдхожаев. И оказывается, едва ли не за спиной, а просто сверху. И посмотрите, как сейчас посмотрел на софиты в Грозенском колизее Астанхан Ахмедов. Такая досада его обуяло. И начинается борьба. Сразу Хавгард. Сразу Хавгард. Есть пространство. Да, был такой рев трибун поддерживающий Расулла Сейдхожаева. У него здесь очень много болельщиков. Но вот эти 30 секунд. 3-4 серьезных удара. Что нужно и чем, вернее, уравновесить, ты имеешь в виду? Да, просто контролем. Можно это уравновесить на протяжении 4 минут. Я думаю, что нет. Нужно бить. А судьи могут думать по-другому. Согласен. Тут уж... Так, плечом, да, пытается там ударить. Сперва я хотел сказать, что Сейдхожаев немножко нарушает правила. Нет. Плечом работать можно, головой нельзя. Это понятно. В какой момент соберет всю волю в кулак Санхан Ахмедов для того, чтобы выбрать из этой борьбы? Вновь опять пытается плечом ударить. Тяжело-тяжело дышит. Рассу Сейдхожаев. Видно, что очень много работы проделано не только на контроль, но и вообще на статику. На вот такое удерживание оппонента. Смотрим. Стрепенулся здесь Ахмедов. Да, ногу вставил. Потенциально вывести таз можно. И он это делает. Да, и на локоть сразу же. Но тут делает большой шаг правой ногой. Рассу Сейдхожаев. И остается в диагональном контроле. Полраунда еще. Нужна активность. И что, будет полный маунт или нет? Нет, пока не пересаживается. Находится в этом положении Рассул и отдает шею. Ну, из этого положения задушить крайне сложно. Даже вкладываясь здесь в прием. И вот здесь локоть может быть. Вот это Хожаева. Но нет тоннажа ударов. Нет мощности. Хотя ведь очень габаритный парень тяжеленные удары может выбрасывать. Вот слева было что, чем? Чем обычно? Может быть, сейчас удастся вывести ногу Ахмедова. Но на локоть намекают в углу. И об этом просто... Вот он. Заход полный маунт от Рассула. Можно работать, но если силы мастит Ахмедов. Не получается. Очень важно Сейдхожаеву забрать эти последние секунды. У нас получается яркий старт. Фьюрчайший в этом раунде. И, возможно, будет не менее яркий финиш. Локоть. Да, концовка сильнейшая. Но видно, что на грани человеческих возможностей работают уже собственные. Причем парни пытаются мастить по-прежнему Ахмедов. И накидывает, накидывает такие не очень тяжелые удары. Рассул Сейдхожаев. Ведут по времени, естественно, Рассула. Сейчас подскажут, что остаются четыре секунды. И, может быть, еще одно включение мы увидим от бойца из красного угла. Нужно вставать. Нужно вставать Ахмедову, хотя уже последние секунды. Увы и ах для него. И, наверное, на счастье все-таки Рассулу Сейдхожаеву заканчивается этот поединок именно так. Ждем судейский вердикт. Не всем доволен, естественно, Асланхан Ахмедов. Но определенные вопросы могут быть и у Рассул Сейдхожаева. Первые две минуты дебютного отрезка и первые полторы минуты третьего раунда приходилось очень тяжело Сейдхожаеву. Вот здесь было попадание. Здесь удары вскользь. И последний слева, кажется, тоже зашел. Там еще и хай-кик был. Колено в голову. И вот здесь очень здорово переиграл. Ушел в левую от себя сторону и затем переходил в инициативу Сейдхожаев. Есть решение. И ждем мы на центре Рассула и Асланхана. Немного затягивается эта пауза. Итак, уважаемые дамы и господа, поединок продлился все три раунда. В этом пою идите на классное решение судей со счетом 29-28. Победу одержал поезд в красную клетку Рассул по прозвищу «Медведь» Сейдхожаев. Болевая победа Рассула. Наши поздравления. Второй третий раунд и он забрал. Рассул. Да, конечно. Всем ассаламу алейкум всем, кто пришел подъезжать. Не буду много слов говорить. На весогонке заболел. Вчера целый день с кровати встать не мог. Сегодня даже бороться сил не было. Я хочу, вот мой соперник согласен. Только что с ним об этом разговаривали. Незамедлительный реванш хочу. Это не моя актуальная форма. Это не тот бой, который я могу показать. В следующем году, в бою, я готов выйти заряженным. Организатору прошу, чтобы незамедлительный реванш дали. 23 килограмма гонял. Не смог восстановиться. Сил не было. Сами бой видели вы. А что ты, что скажешь на этом? Я в первую очередь спасибо тебе за бой. Хороший бой. Ты сильный парень, молодой. Я уже, как вы знаете, не молодой. Тебе удачи и дальше. Только победа. Ислам, что скажет. Он мой старший брат. Без проблем. Давай вот сейчас точку поставим, определенность. У кого спросить нужно. Бой будет у нас в следующий или нет. Я хочу закрыть этот вопрос. Это не моя актуальная форма. В следующем году, как никогда, я буду готов и заряжен. Отлично. Спасибо большое. Несколько вопросов еще Расулу Светхожаеву. Расул, тяжелый поединок. Определенно. И были моменты, когда Асланхан очень здорово по тебе попадал. В тот момент, как ты себя чувствовал, насколько сильно ты был потрясен? Приветствую всех. Если честно, это вообще не проблема была. Поэтому вы все знаете, с кем я тренируюсь. Вот самый, в России можно сказать, первый номер. Самый жесткий парень. В декабре он это докажет, что он в России первый номер. Я с ним тренируюсь. Каждый спарринг, я от него получаю эти удары. Поэтому я знал, что пацан, хоть и молодой, что он сильно бьет. Я все понимал, я был готов. И еще самым сильным ударником я отдельно спарринг делал последнее. Он баталов с улемом, где-то здесь он. Вот его удары меня реально спаррингом удивил. А вот сегодня я был готов. Но так ничего. Скажи, пожалуйста, в конце, когда ты всел в полный маунт, почему не получилось завершить досрочно? Ну, если честно, я никогда не стремлюсь кого-то ранить. Я, как я сейчас сказал, я уже не молодой, скоро завершу, наверное, это дело. Отец мне каждый бою говорит. Ты уже старый, давай, давай, оставь раз лучше. Поэтому вот так, короче. Посмотрим. В любом случае, ты предварительно даешь согласие на реванш, поэтому этот поединок, возможно, состоится. Когда ты будешь примерно готов? Ну, возможно, возможно, посмотрим. Я точно не знаю. С Исламом поговорю. Но, если честно, он не так сильно нужен. Посмотрим. В любом случае, давайте поаплодируем Расулу Саид-Хажаеву. Здравствуйте, Даня. Моцар Шахтамиров, где ты? Я, он мой друг. Один раз я поиграл одному дагестанцу. Он всегда шутил. Я туда, в Дагестан ехать даже. Мне стыдно, туда-сюда. Я уже последние три боя, я выиграл. Так что, Мозур, спокойно можешь ехать на море, отдыхать. Эта победа посвящает тебе. Так, сейчас моя мама смотрит, наверное. Нормально я выиграл. Дай-ка, Диресул. Ваши аплодисменты, Расул Саид-Хажаев.